приветствуем всех мы снова алхимика так как по какой-то причине быстрое сохранение у меня исковеркались и пришлось немножко заново переделать все это надеюсь восстановился в исходном виде а здесь мы по той причине что мне таки удалось найти место куда следует направиться дабы найти компас как ни странно этот буквально под рукой оказалось здесь есть рычаг который очень долго не замечал но прежде чем возвращаться газ ты фаталь нам надо найти хозяина по возможно конечно и помочь рычагам правда я уже пытался найти контрабандистов и судя по всему единственный доступный мне способ это именно что бегать и спрашивать стражников что в принципе мне пришлось до этого делать теперь я примерно знаю где эти стражники находятся до этого правда была мысль что на добросовых вещах кстати она была достаточно верный потому что по итогам отрепился сделать он только одно место где можем сейчас еще ключ прихватить м и и и и и и и и и Познал для ужина, а? Терми за тысячу, вокруг у них не углядеть. Бедно говоришь, я не думал, что еще кого-то интересуют жуки. Покрути как-нибудь свою коллекцию. Мне пора. Учитывая ответа, понимаешь, что в ящике есть что-то, что мы ищем. Заблудиться умудрился. Доброй ночи, Скаф. Терми за тысячу, вокруг у них не углядеть. Скаф? Я удивлен. Наверное, хозяин хочет свою долю. Вот. Просто что-то всовывает вам в ладонь. Это маленький ключик. Я оставил ее там же, где и всегда, в своем ящике. Мне, кстати, при экспериментах весьма повезло, что я на этого парня в первую очередь наткнулся, и надо что делать потом. А, хотя нет, лучше сразу бегаем, дабы лишний раз круги не нарезать. Не все ящики одинаково полезны. Чем могу помочь, солдат? Терми за тысячу, вокруг у них не углядеть. В терминке царя сама идёт интервью в сеть. Я не знал, что я не знаю, Скаф. Зачем ты здесь? Хозяин хочет свою долю. Уже? Мне казалось, прошлый уплата прошла всего несколько недель. Эээ, вот, держи. Просто незаметно придет вам ключ. Скажи хозяину, что я заплачу оставшиеся в следующем месяце. Ну, это, кстати, был предсказуем, то, что, скажем так, свой человек, представленный к командующему, может очень помочь. Ну, и по той же логике, кто, как не страшу врат, может помочь пронести в замок контрабанду. Технически, если подумать, что караульный в подъемниках, который ведёт к Гавань, тоже к такому сражу относится, но тогда это был просто случайный выбор. Стой. Главный ворот закрыт, по приказу командующего. Запрещено когда-либо пускать и выпускать. Тюрьмитов тысячи вокруг, но их не улететь. В тюрьмитике царится мать, будет идти в этой недвижи сеть. Рядовый Скаф. Значит, оттеновый бронец. Послушай, я потерял ключ в свою ячку. Наверное, вернул фасадовой. Надеюсь, кухарка никуда его не засунула. Если он пойдет к командующему, или я об этом узнаю хозяин, то... Не переживай, я его найду. Если принесешь мне ключ, я буду очень признать его. Нам нужно идти, прощай. Да. Чувствую, набегаем все таким вот образом знатно. Та проспорчено все! Поехали! Аpяпач сним orphichi! Используем тряпки. Видимо? Да. Звучит прямой... Итак. не тот подъем можно кухне шли ау видимо она отправилась отдыхать ну раз его здесь нету пойдем сначала пойдем сначала откроем те сундучки которые у нас есть потом уже вернемся ладно не дотянуться ох это работа под прикрытием не дотянуться Продолжение следует... 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 Нужно спрятаться за стенами не умеем. Да? А, дальняя башня. Не дозорная. Тем не менее, у нас почти таковая ситуация. Если я правильно понимаю, нам нужно доказать, что хозяин это амма. Ну как это быть? Ну, по крайней мере, сейчас макуем пятый сундук получается. Макуем пятый сундук. Макуем пятый сундук. Макуем пятый сундук у нас еще не открыт. Макуем пятый сундук. Макуем пятый сундук. Макуем пятый сундук. Макуем пятый сундук. Чуть от сундука. Чуть отметка «Банда контрабандистов». Ну, одно из двух. Либо там, где мы только что были, мы проморгали сундук. Либо этот ключик понадобится нам для получения доказательства относительно мышки пожилой. Макуем пятый сундук. Макуем пятый сундук. Куда мне надо? Макуем. Макуем пятый сундук. мне пореже нужен ключ от кухни ну а мы его не было здесь вариант дождаться вечер и посмотреть куда мы отправляются отдыхать но если сюда то опять же не вариант ящик тентовани листов может он где-нибудь на берегу ладно вот это вот так Ну а если нет, придётся опять действовать на ощупь. Все ещё не знают, как быстрее здесь проходить. То ли через гавань, то ли через арсенал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хорошо, мы на берегу. Попытаемся ещё раз осмотреться. Попытаемся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok О, самородок и пояс. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Значит, на клаве должно быть что-то, что мы можем взорвать. Но, по крайней мере, мы этого не видим. Таким образом. Мог предположить, что нужно колючки рвануть, но сомневаюсь. Ладно, видимо, еще рановато. Таким образом. Таким образом. Таким образом. Таким образом. Сундук, если бы контрабандисты его хранили где-то, должен был быть в таких вот помещенницах. Таким образом. Таким образом. Таким образом. Таким образом. Таким образом. Таким образом. Вот вернусь на исходную. ну что поделать давай просто искать этот несчастный сундучек за кадром ну хоть почитаем когда вы перебежали на крик паук уже лежал замертво слисаком меры в голове блин плакал больше напуганный криком матери чем укусом а потом он только молчал тяжело дышал и не отрываясь смотрел на вас пока вы не сли его через метель мера бежала за вами впереди едва различимый за стеной снега лежала застава на тернском тракте за ней были шахты а в бараках был лекарь который мог спасти вашего сына два часа вы продержали вас на заставе как вам показалась целая вечность они не знают что делать и ждали сержанта он обругал их за глупость взял вашего сына на руки завернув его в плач сел верхом и головом пустился к шахтам но не успел и брин умер там же на тернском тракте и вот на еще одной печальной ноте на этом пока что все